Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу о том, можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос по ипотеке. Да, материнский капитал можно использовать в виде первоначального взноса, и это очень удобно. И сейчас материнский капитал можно использовать на погашение, например, процентов, когда вы взяли ипотеку, также на погашение основного долга и как первоначальный взнос. И для этого, кстати, не нужно ждать, пока ребенку исполнится три года. Нет, использовать материнский капитал можно тогда, когда вы захотите и тогда, когда вам это потребуется. Конечно же, очень многих семей это коснулось нововведения, очень многие семьи уже таким образом поступили и использовали свой материнский капитал в виде первоначального взноса. Причем, кстати, вы можете использовать не всю сумму сразу, вы можете использовать ту сумму, которая как раз-таки нужна для внесения первоначального взноса. Таким образом, государство, конечно, улучшило направление материнского капитала, направление улучшения жилищных условий. Кстати, хочется отметить, что очень многие банки анонсируют, например, свою ипотеку, оформление ипотечных кредитов, что можно взять ипотеку без первоначального взноса. Но все равно первоначальный взнос нужен и многие банки без первоначального взноса имеют в виду, что первоначальный взнос можно будет внести не живыми деньгами, а именно, например, либо какими-то субсидиями, либо материнским капиталом, что очень привлекает многих клиентов. Таким образом, подытожим, если вы хотите взять ипотеку и у вас нет живых денег для внесения первоначального взноса, то, обращаясь в банк, вы должны сразу же проинформировать сотрудников банка о том, что первоначальный взнос у вас будет в виде материнского капитала. И уже немного по-другому будет происходить оформление сделки. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!